Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Вчера на канале ММКрипто вышло интересное интервью, в котором да Винчи сделал важное объявление о том, что нас скоро ждёт. Ссылка на оригинал, как обычно, будет в описании, поэтому подписывайтесь на ММКрипто, ну и на меня, если не жалко. Я старался сделать перевод оперативно, чтобы информация была ещё актуальной. Некоторые моменты я буду упускать, потому что они к делу не относятся. Но, прежде чем начать, хотел бы ответить на несколько ваших вопросов, касаемо вчерашнего видео. Хотя я не чувствую себя публичным человеком, но таким уже являюсь, поэтому мне в привычку, что иногда в мою сторону относятся какие-то волны негатива. На комментарии с критикой я отреагировал, потому что мне нечего скрывать от непосвященного человека, который может случайно попасть на мой канал. Но отъявленные прямые оскорбления меня или моих подписчиков я просто игнорирую. Итак, что касается вопросов. Первый вопрос, который задают, это «Как к тебе присоединиться?». Переходишь по ссылке в описании, видишь инструкцию. Оплачиваешь биткоином, эфириумом или яндексом. Для жителей Украины яндекс работает только с VPN. Можно скачать, например, ходспот или же включить встроенный в опере. После оплаты подаёшь заявку в закрытую группу по этой ссылке. Далее скидываешь мне в личку скриншот оплаты и ссылку на страницу ВК, которую хочешь добавить в группу. После проверки я вас добавлю в эту самую группу. Кстати, за вчерашний день добавилось почти 50 человек. Если у вас нет биткоина, эфириума или яндекса, воспользуйтесь сервисом exchangesumo.com для обмена вашей валюты на одну из перечисленных. Кстати говоря, обновлённая информация, кроме группы ВК, есть ещё и телеграм, в котором материалы дублируются. Но я очень советую вам быть и там, и там, так как многие подписчики ВКонтакте очень активны и делают группу даже ещё более ценной. По крайней мере, я от них тоже о многих возможностях успеваю узнать. Второй популярный вопрос. Возможно ли сделать пробный период? Друг, это не группа с сигналами. Это не сигналы на неделю, которые ты можешь за один день протестировать и сделать вывод. Это группа, в которой информации накопилось на долгосрок, на годы вперёд. Поэтому пробный период для тебя, это по сути бесплатный слив информации, которую люди покупают за свои деньги. Ты же сам понимаешь, что это невозможно. Хочешь вступай, а хочешь нет, это добровольно. Третий вопрос. Не знаю, почему он у людей возникает, потому что на него я ответил сразу же. Это что, каждый месяц? Нет. На протяжении ещё шести дней доступ предоставляется пожизненный. Включая и доступ к новой аналитике, которой мы будем покупать. Был комментарий о том, что человек купил какую-то аналитику за тысячу долларов, и она не сработала, и так далее. Когда ты один человек, который покупает такую дорогую аналитику, ты её проанализировал, не угадал и в итоге расстроился. Думаешь, что всё плохо, везде одни обманщики. Но когда ты покупаешь не одну аналитику, а множество, к тому же ты не один, а вокруг тебя единомышленники, то качество твоих решений, основанных на этой аналитике, возрастает в разы. Вот в чём, собственно, смысл этой группы. Мне ведь это тоже нужно. На стадии монтажа вспомнил о человеке, который предлагал купить биткоина на 180 долларов, а потом продать его спустя 2 или 3 года. Но сколько иксов вы сделаете? 10 иксов? Мы ищем проекты, которые сделают 100 иксов, 300 иксов, 1000 иксов. Вот в чём цель. Я не хочу делать 10 иксов на 180 долларов и тратить на это 3 года. А теперь видео. Поехали. Всем привет, ребята. Мы с DaVinci снова вернулись. Он изучил ситуацию с биткоином, и у него есть срочное объявление насчёт курса биткоина и о его следующей неделе, потому что впереди нас ждёт большая волатильность. В какую же сторону она будет направлена? Вниз или вверх? Вы получите информацию в этом видео. Этот эпизод не будет слишком длинным, но зато будет очень важным. Мы хотим ответить на самые важные вопросы сегодня, поэтому оставайтесь с нами до конца. У DaVinci сегодня немного времени, поэтому, друг, поделись с нами своими мыслями. Что за срочное включение? Что будет с волатильностью и курсом дальше? Привет, Крис. Множество людей продолжает спрашивать меня, что им делать теперь, когда биткоин так резко вырос. Ведь они хотели купить его дешевле, когда он был ниже 4000 долларов. Но теперь они говорят, вот чёрт, он слишком вырос, теперь уже поздно. Знаете что? Всегда не поздно, если вы усреднялись по доллару. Это самый безопасный способ. Люди спрашивают меня, как думаешь, цена упадёт? Я не уверен на все 100%, так же, как и не уверен, что цена вырастет. Всё, что я могу сказать, если вы хотите заработать, то вам нужно усредняться. Например, решите вкладывать 25 долларов в неделю, или 50 долларов в месяц, или любую другую цифру в какой-то выбранный день. И продолжайте покупать в этот же день. Вы получите среднюю цену закупки. Это лучше, чем вы попытаетесь играть с азартом. Мол, сейчас цена упадёт вниз, и я закуплюсь на всю котлету по этой цене. Нет, потому что есть вероятность, что цена упадёт ещё ниже. Поэтому, если вы усреднялись, тогда у вас будет возможность покупать биткоин дешевле. В отличие от ситуации, когда вы решаете вложить все свои деньги прямо сейчас. Поэтому разделите депозит. Если у вас есть что-то вроде 5000 долларов, лучше разделите их на 5 частей. Например, на 5 точек входа на протяжении следующих 5 месяцев. Или даже на 10 частей на 10 месяцев, и всё будет отлично. В таком случае, у вас не будет чувства пропущенного поезда, раз, и чувства потери, два. Таков мой совет людям, которые хотят инвестировать в биткоин сегодня. Но это не финансовый совет, конечно же. На самом деле, это очень хороший совет, потому что он поможет исключить психологию. Если вы не входите в процент лучших трейдеров, то исключение психологии является отличным решением. Если цена растёт, вы счастливы. Потому что вы в деле. Если цена падает, вы счастливы, что можете ещё раз усредниться. Поэтому, в какую бы сторону цена ни шла, вы всё равно остаётесь счастливы. Спасибо тебе за такой начальный нефинансовый совет. А теперь мы можем перейти к графику, чтобы DaVinci, наконец, смог поделиться своей точкой зрения о том, куда будет двигаться цена биткоина на протяжении следующих дней. И самое важное, на следующей неделе, которая покажет нам большую волатильность. Итак, смотря на цену здесь, мы видим, что пробились сквозь эти трендовые линии. Что же теперь? Теперь, честно говоря, смотря на график, всё, что я могу сказать, это то, что нас ждёт большая тряска. Это было круто! Мы этого не ожидали даже, спасибо. Что ж, может ты сможешь конкретнее объяснить для тех, кто не понял, о чём идёт речь. Сейчас происходит небольшой период консолидации. Какое же движение нас ожидает дальше? Смотря на предыдущие резкое и быстрое движение, хочется увидеть коррекцию, которая упадёт прямо на наши головы. Как лава? Да, к сожалению. Мы уже достигали уровня 61,8. Стоп! Ребята, если вы не понимаете, что это за цифра такая, о которой говорит DaVinci, я вам поясню. В техническом анализе существуют так называемые уровни Фибоначчи. Соответственно, первая цель коррекции, это уровень 61,8% отката. Эту цель мы уже прошли, что видно на графике вот здесь. Продолжаем. И если вы не зафиксировали здесь прибыль, люди, что вы вообще делаете? Зачем вы нас смотрите? О да, это твой любимый уровень, DaVinci. Этот уровень был, очевидно, идеальным для фиксации прибыли. Я ещё помню, как до этих прыжков мы делали видео, в котором я спрогнозировал этот взрыв. Так и произошло. Не понимаю, почему вы не зафиксировали прибыль. Это красная зона, это зона, в которой нужно продавать. И это наверняка была наивысшая цена на тот момент. Поэтому это был хороший момент для частичной фиксации прибыли. А теперь можно начать входить или, возможно, даже подождать следующей недели. Так о какой волатильности ты говорил, DaVinci? Возвращаясь к прошлому графику, вот здесь ваши риски были просто огромными. Если бы биткоин пробил этот уровень, у него были бы все шансы вернуться к этой красной линии вот здесь. Если бы он ещё и двухсотдневную пробил, то всё закончилось бы ещё хуже. Причём очень быстро. Поэтому вам нужно соблюдать риск-менеджмент. Я бы советовал поставить стоп-лосс где-то на уровне 4680 долларов. Если этот уровень будет пробит, то остаётся только одна дорога до этой красной линии. Так ты до сих пор думаешь, что 4200 долларов – это следующий уровень, куда цена может упасть? Да, есть такая вероятность. И она увеличивается, если посмотреть на более масштабную картинку. Я о том, что обычно, если биткоин вырывается из падающего тренда, недельная свеча не закрывается над линиями Боллинджера. И уж тем более не остаётся над ними так долго. Обычно спустя некоторое время цена возвращается в пределы полосы Боллинджера. И происходит это очень жёстко. Так это же ещё не скоро, да Винчи. Это будет уже на следующей неделе. Да? Действительно есть такая вероятность, что уже на следующей неделе цена будет 4200 долларов? Да, к сожалению. С очень высокой долей вероятности. Извините за плохие новости, ребята. Конечно же, всё может случиться, но есть огромный шанс, что мы так и закончим следующую неделю. Но, скорее всего, в воскресенье и понедельник после открытия свечи мы пойдём немного выше. Да, Винчи, а может выразишь в процентах? Ты высказал сценарий 4200 долларов за биткоин с высокой вероятностью, а после этого, что с более низкой вероятностью, что в воскресенье и понедельник откроются зелёными свечами. Какие же процентные вероятности для следующей недели ты можешь назвать? Назови свою приблизительную оценку. Да, легко. Короче, процентов 20, что цена пойдёт к 6000 долларов. 70-80%, что вернётся к уровню в 4200 долларов. Это уже звучит тревожно. Давайте вспомним о прошлом, о том, что мы говорили в прошлых эпизодах. Ты в каждом из них был прав, в каждом своём прогнозе. Давай скажем, что и этот твой прогноз оправдается. Но для своих зрителей хочу напомнить, что хотя бы раз и до Винчи ошибётся. Ребята, никогда не верьте всему на 100%. Может, даже на этот раз всё будет совершенно не так, как мы говорим. Мы говорим о высокой вероятности, но курс может пойти выше, даже несмотря на то, что мы сказали ниже. Но пока что в большинстве случаев ты был всегда прав. Подытожим. Если всё же цена упадёт до 4200 долларов, твой прогноз – мы упадём ещё ниже, или цена консолидируется на более высоких отметках? Я бы сказал, что нам нужно сначала дождаться этого падения и посмотреть уже тогда на ситуации на рынке. Я думаю, нам нужно будет просто посмотреть на откат по уровням Фибоначчи. Если мы нарисуем Фибоначчи... Рисует Фибоначчи. Теперь это похоже на 85% вероятность. Посмотри на это, уровень идеально совпал. А знаешь, это интересно. Ты показываешь этим зелёным прямоугольником зону покупки. Нет, извини, она находится всё-таки ниже. Мужик, я бы хотел всё-таки видеть её чуть-чуть выше. Этот уровень – 61,8. Вот к нему мы можем её опуститься, а потом – обратно. Но я хочу ещё раз напомнить. Это не значит, что мы в начале эпичного слива перед началом нового бычьего рынка. Скорее всего, будет горячая коррекция, после которой цена опять пойдёт обратно. Правильно я говорю? Так точно. Всё может случиться, но я всё же надеюсь, что мы останемся на некоторое время в консолидации. Но я не вижу такого на недельном таймфрейме, ещё слишком рано. Но, ребята, предположим, что всё случится иначе, и цена рванёт ещё выше. Мы всё равно будем самыми счастливыми людьми, потому что мы не заходим на 100% на одном уровне. Если цена выросла, мы не выходим из биткоина на 100%. Выходить на 100% не советую, потому что вы всегда должны держать в уме возможность существования альтернативного сценария. И что биткоин всё ещё может продолжить расти вверх, даже если кажется, что с наибольшей вероятностью он скоро откорректируется до уровней, о которых говорил да Винчи. Поэтому, ребята, убедитесь, что вы не остаётесь вне игры. Но это не финансовый совет. Также посмотрите на нашем канале предыдущий выпуск, где я показал вам два главных индикатора. Дельта и Реалайз Кэп. Вам нужно посмотреть этот ролик обязательно, чтобы понимать, как механизм выталкивания слабых людей с рынка работает. Стоп! У меня есть перевод этого видео. Оно очень интересное и полезное. Ссылка на него будет в описании и в подсказке, которая вылезет в правом верхнем углу. Да Винчи, как заключающий вопрос, хотелось бы спросить, а какая у тебя прямо сейчас стратегия? Каковы твои действия на рынке сегодня, а также на протяжении следующей недели? Что ж, если вы уже зафиксировали прибыль с недавнего движения биткоина, то это совершенно другая история. Всегда нужно фиксироваться частично, получать прибыль на руки, а то всякое может случиться. И вы должны будете фиксироваться, если мы подберемся ближе к 6000 долларов. Но в то же время закупаться нужно только при сигналах на рост, если рынок говорит вам, что мы уже будем расти. Поэтому, если у вас деньги в стороне, то, скорее всего, точка входа будет как раз тогда, когда мы коснемся уровня 61,8 по Фибоначчи, после чего пойдем снова вверх. Да, чувак. Что ж, ребята, если у вас есть свои мысли о том, куда двинется цена биткоина дальше, пишите в комментариях. Ну, а я пойду отдыхать. Ставьте лайки или дизлайки, делитесь видео с друзьями, обязательно богатеете. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!